Значит, мы поговорим про быстрые радиосплески. Это такая бурно развивающаяся область астрономии. Вы увидите, что ссылки в основном на 2019-2020 год. То есть я буду упирать, конечно, на какие-то свежие наблюдения и идеи. Поэтому даже по сравнению с прошлогодним аналогичным семинаром, здесь очень много всяких апдейтов. Есть обзоров какое-то количество по этой теме. В конце будет список более обширный. Здесь вот только наш обзор в УФН. Ну, пресс обзора в УФН в том, что он еще есть и на русском. И поэтому какие-то основы точно можно почитать там. Ну, а, конечно, то, что произошло после июня 2018 года, лучше смотреть по более свежим обзорам или по оригинальным статьям. Ну, начнем мы с необходимого введения. Итак, быстрые радиосплески – это один из видов радиотранзиентов. В радиодиапазоне, естественно, тоже есть переменные источники. Их, вообще говоря, довольно давно изучают. Вот на этом графике по горизонтали, грубо говоря, отложена длительность характерная транзиента. По вертикальной оси – светимость. Ну, вот в таких немножко странных единицах Янские на квадратный килопарсек. Ну, в неком смысле это все равно светимость. Что надо сказать? Длительность очень разная у радиотранзиентов. И в радиодиапазоне очень трудно регистрировать короткие радиовсплески от неизвестных источников. То есть, если известно, что есть какой-то радиопульсар, вы его мониторите, и у вас хорошее оборудование, вы можете регистрировать довольно короткие вспышки. Если источник неизвестен, то проблема в том, что в радиодиапазоне очень много всяких фоновых шумов. Ну, условно говоря, там кто-то рядом включил сотовый телефон и выключил, а у вас какой-то печок появился в сигнале радиотелескопа. Хорошие радиотелескопы оборудованы системой обнаружения таких шумов, системой мониторинга. Но все равно полностью очистить данные не удается, и долгое время было проблемой обнаруживать короткие транзиенты, не повторяющиеся, не периодические. Естественно, когда что-то периодически повторяется, то тогда вы можете локализовать сигнал. Всякий, кто, не знаю, особенно один, ночевал в незнакомом месте с таинственными шумами, понимает, что если они не повторяются, они больше беспокоят, то уж непонятно, откуда берутся. А если постоянные, можно взять вейсбольную биту, пойти и все-таки узнать, что там регулярно тикает. Соответственно, есть очень разные типы транзиентов. Есть какие-нибудь активные ядра галактик, которые мощные, очень большая светимость, но имеют характерную переменность на большом масштабе времени, типа лет. Есть всякие более понятные вещи, типа вспышек на Солнце, вспышек на других звездах, на бурах, карликах. Есть радиопульсары. И есть, например, отдельные так называемые наноимпульсы и гигантские импульсы радиопульсаров. В первую очередь они наблюдаются у пульсаров Краби. Они могут характеризоваться очень короткой длительностью, миллисекундной, и достаточно большой светимостью. Очень важный предел связан с так называемой яркостной температурой, про которую мы на следующем слайде поговорим. Порядка 10-12 Кельвин. То, что находится в этой закрашенной части, в этом треугольничке, может быть связано с некогерентным излучением. Это может быть и когерентное излучение, но в принципе есть возможность объяснить это некогерентным механизмом. Все, что выше, все должно объясняться какими-то когерентными механизмами. То есть, как правило, это какой-нибудь синхротронный мазер, если мы говорим о радиодиапазоне. Характеристикой важной является яркостная температура. Идея здесь очень простая. У вас есть какой-то кусочек спектра, ну, не знаю, какие-то у вас есть наблюдательные точки в радиодиапазоне причем. Здесь поток, здесь, соответственно, частота. То есть туда лежат более высокие частоты. И вы начинаете подбирать чернотельное излучение так, чтобы оно прошло через ваши точки примерно. И тогда, как правило, у вас получается очень большая светимость, потому что нормальный чернотельный спектр здорового человека какой. Вот он, вот какой-то такой. В радиодиапазоне вы фактически ничего не излучаете, как черное тело. И если, соответственно, вы хотите получить достаточно большое излучение в радиодиапазоне, то вам формально черное тело нужно делать очень-очень-очень горячим, каких-то нереалистичных температур. Поэтому получаются очень большие значения. Но, естественно, если у вас есть когерентное излучение, то вы получаете эффективно большую температуру. То есть, понятно, я могу взять, посветить вам в глаз лазерной указкой, если очень не люблю посветить во второй. Это штука холодная, и энергии здесь спускаются мало. Но, чтобы получить такую интенсивность, если вы после этого, значит, по памяти будете пересчитывать, вам понадобятся источники с очень большой температурой, чтобы получить такую интенсивность на сетчатке. Соответственно, яркостная температура, если ее выражать через наблюдаемые величины в радиодиапазоне и нормировать на какие-то характерные величины для быстрых радиовсплесков, получается вот такой. Здесь у нас стоит поток в Янских. Янский, как вы помните, человек, который начал радиоастрономию в 30-е годы. В честь него названа вот эта внесистемная единица, которая характеризует поток. И можно написать, чему это равно, там, ваттах на герц на квадратный метр, например. Но важно, что один Янский – это более или менее типичный поток для яркого радиоисточника. Один Янский – это вообще говоря много. Многие радиоисточники, которые так регулярно, рутинно изучаются, сейчас имеют потоки типа одного мили Янского. Здесь Янский. Здесь расстояние в гигапарсеках, то есть это такие сильно внегалактические объекты, это космологические источники в этом смысле. Частота нормирована на 1 ГГц. Это достаточно типичная, как мы увидим, частота для поисков и наблюдений быстрых радиовсплесков. Открыты они были в нормальном пульсарном поиске, который на 1,4 ГГц производится. А здесь ширина сигнала, то есть его длительность в миллисекундах. Ну вот типичные длительности быстрых радиовсплесков, вот такие частоты такие, потоки такие. Расстояние, как мы знаем, теперь достаточно типичное, все равно вот такое, порядка гигапарсек. Соответственно, мы получаем совершенно фантастическую температуру, больше чем 10,35 Кельвин, что указывает на нетепловой когерентный механизм излучения. Сделать это каким-то другим способом не получится. Совсем краткая история, потом мы более детально поговорим про историю быстрых радиовсплесков. Первое событие было анонсировано в 2007 году, то есть вышла статья. Само событие было по архивным данным обнаружено, поэтому всплеск сам произошел раньше. Второй всплеск был анонсирован в 2012 году. Но настоящая бурная история, как мы увидим, началась с 2013 года, началось очень активное изучение, когда было заявлено о надежной идентификации сразу четырех событий. Вот здесь они показаны, а это самый первый всплеск. В 2016 году был обнаружен первый источник повторяющихся быстрых радиовсплесков. И это позволило впервые идентифицировать материнскую галактику и определить расстояние. И тогда все эти формулы с яркостными температурами со всем остальным обрели окончательный смысл. До этого предполагалось, что расстояния должны быть космологические, но впервые это удалось померить, только надежно идентифицировав всплеск на небе. Хорошо. Итак, в 2007 году в Science появилась статья, где люди обнаружили единичный, то есть неповторяющийся, пришедший из пустого места. В этом месте ничего интересного, никакого известного, уникального источника нет. Это короткий радиовсплеск с длительностью порядка миллисекунд. Вот он один такой простой печок. И всплеск обладал очень большой мерой дисперсии. То есть это только в детском саду думают, что скорость света — это 300 тысяч километров в секунду. А чуть постарше уже знают, что это скорость света в вакууме. А скорость света в среде, во-первых, будет меньше, а во-вторых, будет сильно зависеть от длины волны. И чем выше частота, тем быстрее до вас добирается сигнал. Соответственно, если у вас есть очень короткий импульс, и вы принимаете, естественно, в каком-то диапазоне частот, и у вас есть детекторы вот в этой полосе, в которой вы производите детектирование, то вы увидите, что на высоких частотах у вас всплеск пришел раньше, а на низких — позже. То есть вот 1,4 ГГц центральная частота, на которой ведутся наблюдения, на 1,5 ГГц всплеск пришел чуть раньше, на 1,3 ГГц пришел чуть позже, и разница вполне себе, как вы видите, макроскопическая. И важно, что она гораздо больше, чем длительность сигнала. То есть вы получаете очень вот такую узенькую, надежную полоску, и вот эта задержка зависит от количества электронов на луче зрения. Соответственно, вы можете быстренько прикинуть, обеспечивает ли вам галактика нужное количество электронов на луче зрения, чтобы обеспечить такую задержку. Обнаруживаете, что галактики сильно не хватает, и тогда вы подставляете межгалактическую среду, которая очень разрежена, и поэтому необходимое количество электронов на луче зрения, прямо в штуках, набирается на больших расстояниях, и вот здесь оно получалось порядка 1 ГГц. Естественно, вы можете сказать, что ага, а еще-то много электронов может быть прямо вокруг источника. И это правильно. Но тогда возникает другой интересный аргумент. Вы знаете, что у вас выделилось много энергии в радиодиапазоне. Сделать это без излучения в других диапазонах, вообще говоря, не получается. Если вы хотите напихать очень много плотной плазмы прямо вот вокруг источника, то, во-первых, у вас могут возникнуть проблемы с выходом радиоизлучения, оно может просто поглотиться, вам нужно избежать этого. А во-вторых, у вас есть энерговыделение в других диапазонах, и эта плазма начнет светиться. Поэтому, вообще говоря, очень много набрать в самом источнике тоже нельзя. Вам придется его тогда помещать где-то близко, но нужно сказать где, нужно выбрать какую-то там подходящую галактику в зоне локализации источника. И вдобавок возникнут ограничения по отсутствию какого-либо сопровождающего всплеска. Причем, как вы понимаете, если вы нагрели большое облако плазмы, у вас это не будет короткой оптической, скажем, вспышкой, такой же миллисекундной. Эта плазма, получив эту энергию, будет долго остывать. И в этом смысле вот с самого первого события было более или менее понятно, что это должно быть вне галактическое событие. И если мы подставим все числа из вот такого вот нулевого приближения, мы получим совершенно фантастическую радиосветимость в максимуме 10,43 аркосекунды. То есть 10 миллиардов светимости Солнца. Это очень много, как вы понимаете. И запихнуть это только в радиодиапазон очень тяжело. То есть мы наивно можем предполагать, что полная светимость источника на порядке выше. Но когда вы делаете на порядке выше, это уже начинает быть порядка светимости, например, мощных квазаров. Так что мы имеем дело с каким-то очень интересным источником, что стало ясно. Но давайте про меры дисперсии. Я вам еще немножко напомню, просто чтобы вы увидели формулу перед глазами. Соответственно, задержка во времени прихода сигнала обратно пропорциональна разности частот, на которых вы проводите наблюдение, поскольку время распространения, оно вот так зависит от частоты. И возникает вот такая величина меры дисперсии, dispersion measure, которая является интегралом от плотности электронов по лучу зрения. Соответственно, у нас есть галактика. Для галактики люди постоянно строят и улучшают модели распределения электронов, модели электронной плотности в галактике. Для того, чтобы считать меру дисперсии, ну, например, для радиопульсаров. К тому же эти модели можно тестировать, потому что для некоторых пульсаров, кроме того, что вы имеете измерение меры дисперсии, вы имеете независимое измерение расстояния, ну, например, в идеале по параллаксу. В радиодиапазоне для радиопульсаров можно это довольно точно мерить. Плюс можно идентифицировать пульсар в оптике, например, померить оптический параллакс, или он может находиться в каком-то там скоплении звезд в двойной системе. То есть у вас будет независимое расстояние, точное, и мера дисперсии. И, соответственно, вы до этого пульсара можете померить интеграл от электронной плотности и посмотреть, как это совпадает с параметрами модели. Похожую штуку делают и просто для распределения вещества в галактике, например, в солнечных окрестностях. Люди получают детальные спектры сотен звезд с известными расстояниями, и тогда у вас есть интеграл колонковой плотности до этой звезды. Соответственно, это позволяет вам строить трехмерную карту распределения плотности вещества в наших окрестностях. Самая известная на сегодняшний день модель распределения электронной плотности в галактике была в 2002 году сделана Квардосом и Лацио. Сейчас появилась более детализированная модель, буквально несколько лет назад, и она потихонечку набирает, не просто сторонников, становится более популярной, более используемой. Но, во-первых, история с быстрыми радиосплесками началась до появления этой новой модели, во-вторых, как правило, дисперсия, мера дисперсии быстрых радиосплесков очень большая. И поэтому, вам условно говоря, не так важно, вот в галактике на лучи зрения до быстрого радиосплеска наберется там 76 или 77, если полная мера дисперсия 1315, например, то здесь небольшая разница не так существенная, вы можете пользоваться моделью Квардос и Лацио, например. Ну, соответственно, если мы говорим о модели Квардос и Лацио, то в нашей галактике в большом масштабе важны спиральные рукава, в малом масштабе важны всякие структуры в нашей окрестности, локальный пузырь, local bubble и всякие туманности и петли различные, которые известны в наших окрестностях. Все это в модель вкладывается, получается вот какая-то такая картинка распределения электронной плотности. В большом масштабе это красивая галактика, а в окрестностях, естественно, черте что. Но можно строить более детальные модели, вот такие какие-то мелкомасштабные образования получать для разных частей галактики. Как правило, в истории про быстрые радиосплески это не надо. И можно пользоваться вот такой довольно усредненной картиной, которая характеризует меру дисперсии. Естественно, она большая в направлении на центр галактики, она большая в плоскости галактики и меньше к галактическим полюсам. Быстрые радиосплески, ну, они как дух, где хотят, там, значит, и вспыхивают, но в основном их наблюдают на высоких галактических широтах, что отчесть немножко связано со спецификой наблюдений, мы этого не будем касаться. И поэтому совершенно точно можно избегать всяких мелких неоднородностей, связанных с распределением электронов нашей галактики. Ну вот если мы посмотрим на модель Кордес-Алаццо и на наблюдение, то мера дисперсии, она вот в таких единицах, естественно, определяется. То есть вы электронную плотность интегрируете по лучу зрения. Электронная плотность у вас в штуках на кубический сантиметр, а когда вы интегрируете по лучу зрения, вы получаете парсеки. Поэтому удобно использовать вот такую величину парсек делить на кубический сантиметр. Немножко странная величина, но, как все в астрофизике, странная обычно означает удобная. И в направлении центра галактики, конечно, мера дисперсии какая-то совершенно колоссальная, но быстрые радиосплески не наблюдаются, там, в минутах вот центра галактики пока не один. А если мы отходим от центра, вот эта картинка, вот эта кривая построена для галактической плоскости, то есть для L равно нулю, для B равно нулю, прошу прощения. То вот какие-то типичные значения в галактике, это где-нибудь там 200 можно набрать в плоскости галактики. Отходим от плоскости галактики, будет меньше до десятков. Как мы увидим, у быстрых радиосплесков мера дисперсии гораздо выше. Вот мера дисперсии быстрых радиосплесков, они красными кружками показаны. Сравнивается с радиопульсарами, развернуто это по галактической широте. Соответственно, радиопульсары, ну они, конечно же, сидят в плоскости галактики, поэтому их тут больше. У некоторых есть большая мера дисперсии, просто потому что они сидят в плоскости галактики, где-то далеко. А быстрые радиосплески, они сидят на разных галактических широтах, и у них у всех одинаковая большая мера дисперсии, порядка нескольких сотен. Ну, по современным данным, мы знаем, что теперь есть там разброс побольше, но все равно это очень плоское распределение. То есть это явно вне галактические объекты, и явно эта мера дисперсии набирается не в галактике, и, хочется сказать, не в той материнской галактике тоже. И основной вклад все-таки вносит межгалактическая среда. Хорошо, еще более детально про первое событие. Это был очень яркий всплеск с потоком 30-40 янских. Довольно часто не удается с высокой точностью измерить поток для быстрого радиосплеска, просто потому что явление очень короткое, наблюдается там не обязательно по центру БИМа. И вообще говоря, где наблюдается внутри БИМа, известно плохо. Поэтому точно определить яркость довольно трудно, ну точно так же, как нам, трудно для очень короткой вспышки, которую мы где-то краем глаза увидели, определить ее яркость. Всплеск был обнаружен совершенно случайно при поиске радиопульсаров, и область локализации, вот она, была в 3 градусах от Малого Магелланового облака, и формулу для светимости я уже приводил, но вот если вы сюда подставите 30-40, то получите здесь 10-43, ну там другие параметры тоже подправите, будет примерно 10-43, как было на предыдущих слайдах. Всплеск пришел из пустого места, и ситуация, конечно, сразу начала напоминать ситуацию с космическими гамма-всплесками, которые, как вы помните, были открыты спутниками-шпионами ВЕЛА, предназначенными для контроля ядерных испытаний, вот спутник ВЕЛА, вот самый первый гамма-всплеск, и в течение почти 30 лет существовала загадка космических гамма-всплесков. Загадка была связана с тем, что а. в гамма-диапазоне невозможно было точно локализовать источник, это похоже на ситуацию с быстрыми радиосплесками, ВЕЛА до конца 90-х годов не было одновременной локализации в гамма и в каком-то другом диапазоне. И это тоже похоже на ситуацию с быстрыми радиосплесками, так что действительно есть очень много общего у двух вот этих ситуаций в астрофизике. Значит, первый всплеск был объявлен в 2007 году, а произошел он в 2001 году, по-моему, я это еще не говорил. Второго всплеска пришлось ждать 5 лет, вот оно, второе событие. В принципе, оно очень похожее, но оно произошло вблизи галактической плоскости. И здесь срабатывает такое вот типичное нулевое приближение, у вас есть два источника, один в галактической плоскости, другой нет. Вы немедленно говорите, что это галактический источник, и второй правильный источник, а первый какой-то неправильный, но, например, он очень близкий. То есть вот это второе открытие скорее запутывало, и здесь авторы высказывали довольно странную мысль. Их гипотеза, безусловно, очень интересная, состояла в том, что это может быть финальная стадия испарения черной дыры, при этом должна происходить вспышка, в том числе и в радиодиапазоне, что было предсказано в 70-е годы, наверное. Так что ясности это не принесло, но зато появились новые поводы, что это пообсуждать. Более того, на том самом телескопе в Парксе на 64-метровой антенне в Австралии было обнаружено еще одно явление, которое назвали перитоны. Перитон, можете залезть в Википедию, это крылатый олень, вот такого цвета, кто не видел. Это похожее явление, это короткий миллисекундный всплеск, вот снова миллисекунды, и как бы мерой дисперсии, но какая-то мера дисперсии такая вот странная пятнистая. И перитонов обнаруживали десятками. Соответственно, у вас еще более запутанная ситуация. У вас есть десяток, ну два десятка, три десятка вот таких явлений. И есть два явления очень похожих, но только вот эта вот мера дисперсии очень гладенькая и аккуратная, как у настоящих астрофизических источников. А вот это черти что и похоже на что-то техногенное. Но локализовать это тоже не получалось, люди рассматривали самые разные вещи. Например, замечательно совпадает по многим параметрам, по длительности, энергетике, время пролета самолета через диаграмму направленности радиотелескопа. Поэтому первое, что люди смотрели, это не пролетают ли там самолеты через диаграмму направленности. Ответ не пролетает. Ну в общем, какая-то странная была ситуация вот в этот момент, там в 12-13 году. Непонятно было, реальное явление мы обсуждаем или нет. И поэтому бурного такого развития не происходило. Но все изменилось в 13-м году, когда было представлено 4 надежных случая. Правда, все с того же самого телескопа в Парксе. Вот это многих тревожило, что всплески видят на одном инструменте. Да, он самый лучший для таких наблюдений. Там впервые появилось оборудование, позволяющее надежно локализовывать отдельные, не повторяющиеся миллисекундные радиосплески. Что, кстати, позволило открыть новый класс нейтронных звезд, вращающиеся радиотранзиенты. Но вот, тем не менее, это открытие всех убедило. Это произошло летом в июле 2013 года. И вот с этого момента, прямо как из пушки теоретики, бросились придумывать модели, во второй половине лекции мы как раз про модели будем с вами говорить. Более того, разрешилась загадка перитонов, и вы, наверное, знаете эту замечательную историю, я не буду останавливаться. Это микроволновки оказались. Когда у работающей микроволновки вы открываете дверцу, то можно зарегистрировать маленький, очень короткий радиоимпульс. Довольно быстро все гасится, выключается. Но в течение миллисекунд можно сделать импульс. У них есть один замечательный, совершенно странный форма радиотранзиент, необъясненный. Его не смогли воспроизвести с микроволновкой. Считается, что там застряла фольга при открывании где-то, и поэтому был такой сложный наведенный сигнал. Но, в общем, разобрались с притонами, объяснили их. Я советую почитать статью, она очень интересная и забавная по-своему. И вот с этого момента уж точно стало ясно, что мы имеем дело с новым астрофизическим явлением, совершенно поразительным, которое состоит в том, что у вас возникают короткие, очень мощные радиоимпульсы, не сопровождающиеся яркими транзиентами в других диапазонах, по сей пору ничего не увидели, и происходящих в очень большом количестве. Про количество скажу чуть-чуть позже. До 2014 года все радиосплески короткие обнаруживали по архивным данным. В мае 2014 года впервые удалось онлайн, в реальном времени, идентифицировать источник и, соответственно, запустить алерты и очень быстро навести телескопы в других диапазонах, ну и другие радиотелескопы, на эту точку. Это было важно для того, чтобы подтвердить или исключить катастрофические сценарии. Если у вас есть мощное энерговыделение, первое, что вам приходит в голову, что это какое-нибудь там слияние нейтронных звезд, слияние нейтронной звезды и черной дыры, в общем, еще что-нибудь такое катастрофическое с большим энерговыделением, сверхновое какое-нибудь с джетом. Но все эти события сопровождаются долгоживущими транзиентами. И именно их искали и ищут, естественно, по всю пору, и не нашли. Но вот здесь были получены очень хорошие, надежные данные сразу, что исключало множество разных транзиентов. Здесь показано время после события, и наложены кривые блеска разных транзиентов, вот разные типы сверхновых показаны, вот гамма-всплеск после свечения, и показаны верхние пределы наблюдений самых разных приборов в направлении вот этого быстрого радиосплеска. Ничего нет, что, в общем, сразу выкидывал сверхновый, выкидывало гамма-всплески, направленные в нашу сторону. Вот это просто сразу убиралось. Ну и убирались некоторые другие транзиенты, в принципе, было ясно, что это не галактический источник, но, тем не менее, можно было отбросить некоторые фантастические идеи про галактические источники. К слову сказать, конечно же, была идея, что это внеземные цивилизации. Это прям вот сразу обсуждалось. В связи с чем я придумал термин на вопрос радостного журналиста, а могут ли быть это высокоразвитые технические цивилизации? Я сказал, могут, и тогда это высокоразвитые неразумные технические цивилизации, это полный идиотизм устраивать такую иллюминацию, 10,43 ркс в секунду, которая не несет никакой информации. И происходит очень часто во Вселенной. С тех пор, значит, всплесков ищут все больше и больше. Их начали обнаруживать на низких частотах. Буквально там позапрошлом году начал работать, включили в розетку новый радиотелескоп Чайма, о котором мы еще будем говорить. И количество известных радиовсплесков, в том числе обнаруживаемых, быстро обнаруживаемых в реальном времени, очень быстро стало расти. Соответственно, на не сегодняшний, а вчерашний день, я сегодня не проверял, в каталоге включено чуть больше 100 быстрых радиовсплесков. Они обнаруживаются на разных инструментах, в том числе впущено. Они опубликовали данные по 11 быстрым радиовсплескам. А каталог устроен так, что если информация о быстром радиовсплеске опубликована в рецензированном журнале, значит, она автоматически туда включается. Дальнейшее расследование не производится. Это по известным каталогам экзопланет. И вот в каких-то из них больше планет, в каких-то меньше, кто-то использует такой простой подход. Если в рецензированном журнале опубликовано открытие экзопланеты, значит, они включают в каталог, ну а если что, потом выкинут. В общем, как бы то ни было, больше сотни уже есть источников быстрых радиовсплесков. Среди них есть повторы, они обнаруживаются на разных частотах. И все это можно посмотреть в каталоге. И темп очень большой. Впервые я, наконец, называю темп. Это несколько тысяч событий в день на всем небе. При этом всплески трудно локализовывать, даже если они очень яркие. Вот это один из самых ярких всплесков. У него поток был до 150 янских. Это вообще фантастика. Это если бы в оптике, это солнце новое на небе зажглось. Тем не менее, область локализации довольно большая. Вот такая вот сосиска. Ну, большая. У нее ширина одна угловая минута, как вы видите, у этой сосиски. А протяженность там больше 10 угловых минут. Не больше, извините, меньше. Примерно 10 угловых минут. И в эту область попадает довольно много всяких галактик. Поэтому точно сказать, где вспыхнул, например, этот быстрый радиосплеск, невозможно. Обычно локализация еще хуже. Здесь показана диаграмма направленности телескопа в Парксе, который долгое время был чемпионом по количеству обнаруженных быстрых радиосплесков. У него есть 13 лучей, 13 бимов. И общий размер, как вы видите, порядка размера Луны, вот эта штука. Все, что вы можете сказать для короткого источника, для короткой вспышки, что она произошла в каком-то из этих лучей. Диаграмма направленности. Соответственно, область локализации, вот не бог весть какая, 10-минутная примерно по радиусу. Но если он яркий, вот та сосиска, это как раз вот такая доля одного из бимов. То есть протяженность этой сосиски, это примерно диаметр бима, но ширина в данном случае оказалась поменьше, потому что источник очень яркий. Соответственно, такая плохая точность локализации не позволяет легко находить материнские галактики. Чтобы точнее измерить координаты, нужно или много раз вспышку увидеть, увидеть или наблюдать двумя сильно разнесенными телескопами. Работает и то, и то. И работает в первую очередь для повторяющихся источников. Первый повторяющийся источник, сам по себе он называется вот так, потому что первый всплеск от него в 2012 году был зарегистрирован. Но повторные всплески были открыты позже. И в итоге из-за того, что всплески приходят часто, стало возможным потратить время на мониторинг этого конкретного источника телескопами, стоящими в разных странах, на разных континентах. И одновременная регистрация позволила с фантастической точностью определить координаты. Всплесков действительно много. И помогло обнаружить этот источник то, что его начали наблюдать в Аресиба. Аресиба — это 300-метровая антенна, а не 64-метровая, как Паркс. Соответственно, это более чувствительный инструмент. И оказалось, что повторяющиеся всплески, ну то есть всплески имеют распределение посветимости. И много слабых всплесков, которые Паркс, например, и другие радиотелескопы просто не видят, а Аресибы видят. И поэтому наблюдение с большой антенной позволило идентифицировать вот этот источник. У многих из повторных всплесков потоки порядка сотой Янского, что, конечно, для таких коротких событий трудно регистрировать на других инструментах. Но вот здесь показана первая картинка совместных наблюдений, наблюдение на VLA. Вообще говоря, VLA само по себе, поскольку это много антенн, как вы помните. Может довольно хорошо локализовать источники. Но вот одновременное наблюдение на VLA, в Ресибы, в Эфелсберге, то есть, соответственно, в Европе стоит телескоп. И вот, например, всплески, которые одновременно видели эти три инструмента, что позволяет с очень высокой точностью определить координаты. вот распределение по потоку, распределение по светимости для этих всплесков. Здесь чуть больше двух сотен всплесков включено. Сейчас там данных больше, но опубликованных данных нет для большего числа. Это и так довольно свежий результат. Видно, что есть всплески яркие, с большой светимостью, а есть всплески на три порядка более слабые. Наблюдается некоторая похожесть. Это нам понадобится, когда мы потом начнем говорить о моделях. Похожесть в распределении по светимости для быстрых радиовсплесков от повторного источника и для вспышек источников мягких повторяющихся гамма-всплесков, то есть вспышек софт-гамма-репитеров. Но мы продолжаем говорить про FRB 121102. Соответственно, высокая точность локализации позволила определить не только галактику, в которой он находится, но и место в галактике, где он находится. Это не центр галактики. Это очень важно. Сразу отбрасываются все гипотезы, связанные с галактическим ядром. И источник проецируется на область бурного звездообразования. Сама по себе галактика, это карликовая галактика с большим темпом звездообразования, находится достаточно далеко. Z02 это как раз примерно 1 гигапарсет. То есть все эти начальные нормировки, волею судеб, корректны в данном случае. И народ, конечно, просился изучать эту область звездообразования. И такая локализация поддерживает гипотезу о том, что источники быстрых радиосплесков связаны с областями звездообразования. То есть, например, связаны с молодыми компактными объектами, а конкретнее с молодыми нейтронными звездами. К чему мы вернемся после перерыва. Соответственно, в общем, все, что летало и не летало, бросилось наблюдать эту область звездообразования. Очень много узнали про этот источник, про область звездообразования. И все это продолжают измерять до сих пор. В этот момент, когда стало ясно, что есть повторный источник, возник некий энтузиазм по поиску, по отождествлению его в других диапазонах. И, соответственно, народ бросился одновременно проводить наблюдения, не только радиотелескопами разными, но и оптическими, рентгеновскими, гамма, в общем, всем, что только можно. И ответственность в том, что не видно ничего. Сплошные верхние пределы. В данном случае это ферми. Но вот одновременные наблюдения на XMM, там Чандра подключается, и на радиотелескопах. Вот видно, что радиотелескопы, это Green Bank, например, видят всплески. Одновременно некоторые из них видят Arisiba. Arisiba, естественно, видят больше, как правило, потому что антенна больше. Ну, Green Bank тоже большая антенна. А Чандра в это время не видит ничего. В принципе, если вот вы смотрите прямо в точечку, смотрите Чандрой с очень большим угловым разрешением, и у вас есть прямо миллисекундная привязка по времени, вы можете обнаружить в рентгене очень слабый всплеск. Грубо говоря, вы там два фотона, для вас уже всплеск, если это миллисекундная привязка. Но ничего не было обнаружено, ни в каких диапазонах, ни Чандры, ни XMM, ни другими установками. Естественно, люди пробовали сравнивать данные наблюдений в радио других неповторных всплесков с данными наблюдений в разных диапазонах, потому что случайно иногда перекрываются области, особенно если мы говорим о гамма-телескопах, у которых очень широкое поле зрения. И ответ все равно ничего не видно, я довольно быстро это промотаю. просто чтобы показать, что смотрели наземными гамма-телескопами, смотрели повторные и неповторные источники, смотрели в оптике, ничего не видно. Ну и смотрели в гамма-диапазоне для разных других быстрых радио всплесков, тоже ничего не видно. Например, у ферми широкое поле зрения, и туда довольно часто попадают области локализации быстрых радио всплесков. Так что есть пределы, но они не бог весть какие ограничивающие. То есть все-таки, если мы помещаем источник на 1 гигапарсек и смотрим, какой предел дает, например, ферми, ну да, вы исключаете обычные гамма-всплески. Но всплески магнитаров вы уже не исключаете, потому что увидеть их с 1 гигапарсек очень трудно. Рассматривали и другие подходы, то есть люди много чего перепробовали за это время. Например, есть теоретические модели, где не сам всплеск, быстрый радио всплеск связан с гамма-всплеском, а формирование источника связано с гамма-всплеском. И, соответственно, люди специально мониторировали в радиодиапазоне области, где относительно недавно произошли гамма-всплески, космические гамма-всплески. И ничего не было обнаружено. В общем, 20 часов наблюдений — это довольно много. Если бы там были повторные источники быстрых радио всплесков, то крупные радиотелескопы должны были бы их обнаружить. Точно так же мониторили остатки особых сверхновых, вот Суперлюминус, Супернова, и точно так же ничего не обнаружили. Наблюдения там для каждого источника были, ну не сказать, что супердлинные, десятки минут, но опять-таки, если бы там сидел источник типа FRB 12-11-02, то в сумме они должны были бы это обнаружить. Опять-таки VLA там, особенно после апгрейда, это очень чувствительный инструмент, и то, что они ничего не видят, является очень жестким ограничением. Смотрели на места локализации коротких гамма-всплесков, связанных со слиянием нейтронных звезд, тоже ничего нет. В общем, много всяких верхних пределов, большая работа проделывается по этому поводу, пока вот так ничего и нет. Итак, долгое время FRB 12-11-02 был единственным репитером, при этом, конечно, все области локализации быстрых радиосплесков мониторили часами, днями иногда, для того, чтобы нарушить новые всплески. Ну вот заработал телескоп ЧАИМ, ЧАИМ это, ну, примерно как Пущинский, это сканирующий телескоп, в смысле он сам ничего не сканирует, никуда не крутится, земля вертится. И поэтому источники проходят сквозь диаграмму направленности телескопа. Это очень чувствительный инструмент. И год назад они объявили об обнаружении второго источника повторных всплесков. Он не такой буйный, как первый, тысячи всплесков он не дал, но повторов довольно много. Третий повторяющийся источник был заявлен в августе 19-го года, и это другой инструмент, тоже австралийский, тоже как и Паркс. Австралийский инструмент, АСКАП, соответственно, это Australian Escape Pathfinder, австралийский прототип системы СКАП. В том же самом августе команда Chime выложила данные аж по восьми повторяющимся источникам, но здесь повтор, он такой условный. Есть источник, который дал несколько повторов, но по большей части источники дали по два повтора, но совпадают области локализации, и самое главное, совпадают меры дисперсии. В пределах ошибок она полностью совпадает, ошибки там небольшие, и поэтому считается, что это довольно надежная идентификация, но опять-таки число повторяющихся источников сейчас уже нельзя показать на пальцах двух рук, но тем не менее, источников с большим числом повторов пока остается не так уж много. Возникает вопрос, все ли источники быстрых радиосплесков повторяются, и ответ нет. То есть все-таки, если мы рассмотрим статистику, и скажем, вот у нас есть повторные источники, мы знаем их темп повтора, и мы знаем, сколько мы мониторили другие источники, которые ни одного повторного импульса не показали, эти данные не совпадут, в том смысле, что их нельзя из этого распределения по темпу повторов вытащить, соответственно, источники, ну или прямо делятся на два класса, одни дают повторные импульсы, а другие не дают, но или они по крайней мере распадаются так, что у вас эти дают повторы несколько раз в день, а эти дают повторы несколько раз за сто лет. Знаете, как научные сотрудники, они не все постоянно пишут гениальные статьи, а время от времени, просто некоторые это делают раз в год примерно, а некоторые раз в жизнь, и это очень разные сотрудники. Хорошо, совсем недавний результат, и это, наверное, последнее по времени, такое самое замечательное открытие, заявленное в январе, и снова это Chime, вместе с подключившимся телескопом в Эфелсберге, впервые для одного из повторных источников, он, по-моему, второй по интенсивности повторов, впервые была обнаружена хоть какая-то периодичность. До этого никакой надежной периодичности не было обнаружено. Можно искать два типа периодичности. Первое, что-то в самих импульсах. Импульсы, это, как вы видели, вовсе не обязательно один такой печок, у вас там печков несколько, вы можете проводить анализ и смотреть, нет ли там какой-то внутренней периодичности. Ну, например, если у вас всплеск длится 10 миллисекунд, а нейтронная звезда вращается с периодом полторы миллисекунды, вы там 7 повторов чего-нибудь можете увидеть на частоте вращения. и может быть что-то связанное с периодичностью самих повторов. Так вот, была обнаружена именно такая периодичность. Вот эти серые полоски проведены через 16-35 дней, и всплески происходят только в определенные фазы вот этого периода. Не каждый раз они наблюдаются, но приходят только вот в эти фазы. То есть, опять-таки, как вот некоторых студентов там видишь только во время сессии. И не каждую сессию их видишь, но между сессиями их не видишь совсем. Идея примерно такая же. И природа этой периодичности совершенно неизвестна. Первое, что, конечно, приходит в голову, это двойная система. И это является одной из возможных гипотез. Но могут быть и другие объяснения. Прецессия нейтронной звезды. То есть, вы можете представить себе, что это условно как пульсар работает, и в направлении открытых магнитных силовых линий, например, идут импульсы. Если нейтронная звезда прецессирует, то луч попадает на вас или не попадает. И тогда это период прецессии. Можно рассматривать всякие другие модели. И сейчас много появляется статей. Буквально сегодня, или вчера была очередная статья, где люди рассматривали некий вариант хитрой прецессии для объяснения этого периода. Хорошо, надо заканчивать первую часть с наблюдениями. Добавляются новые инструменты для того, чтобы более интенсивно и качественно проводить изучение быстрых радиосплесков. Про АСКАП я уже говорил. Заработала новая система на известном европейском голландском системе телескопа в Вестербурге. Система называется Апертиф. Она позволяет наблюдать сразу очень широкое большое поле зрения. Это АСКАПовское, по-моему, поле зрения. В общем, у этих тоже большое поле зрения. И достаточно надежно идентифицируют всплески. Темп обнаружения у АСКАПа где-то несколько всплесков за неделю. У этих примерно точно так же. Может быть, чуть поменьше. Соответственно, ВСРТ в самом конце прошлого года заявил об обнаружении повторяющихся всплесков от этого известного источника. Он вообще используется как такой тестовый источник. Всплески происходят часто, его постоянно мониторят. И если вы запускаете новый телескоп или апгрейдите, ставите новую систему регистрации на телескоп для наблюдения быстрых радиовсплесков, то самое правильное — это начать наблюдать вот этот объект. Вы будете регистрировать какие-то всплески и сможете узнать, видят ли их одновременно уже хорошо откалиброванные настроенные инструменты. Ну вот система ВСРТ Апертиф демонстрировала, что они видят, что все у них хорошо работает. И поэтому они могут там дополнять распределение по энергиям для этих всплесков. Видят они вот данный Апертиф, они видят яркие события. Ну а вот Аросиба, например, большая антенна, она видит самые слабые из этих всплесков. В январе этого года 9 новых повторных источников было представлено командой Chime. Локализация у них, ну вот такая, не бог весть какая, но это по столько своим наблюдениям. То есть когда эти источники начнут одновременно мониторировать несколько сильно разнесенных телескопов и они будут одновременно регистрировать источники, то, конечно, точность локализации возрастет. Но про локализацию я сейчас еще раз, не еще раз, а еще скажу. Еще несколько источников на сегодняшний день локализованы. Интересное, теперь уже это надежное открытие состоит в том, что повторные всплески имеют немножко более широкие импульсы. То есть если построить картинку распределения по ширине импульсов для повторяющихся и неповторяющихся источников, то у повторяющихся распределений по импульсам шире, наверняка в этом какая-то интересная физика зашита. Ну вот еще про локализации. На сегодняшний день есть четыре надежных локализации. ФРБ-12-1102 был первым. Вот вторая, это результат АСКАПа. Интересно, что это не повторяющийся всплеск, но АСКАП сам по себе система телескопов. Поэтому для яркого события, которое они увидели несколькими телескопами, они могут довольно точно определить координаты. И если эта область не заполнена галактиками, то можно найти единственный подходящий кандидат. И вот она, эта галактика. Снова не в центре произошел всплеск. И это было снова таким запутывающим, сбивающим открытием. Потому что если первый ФРБ-12-1102 был локализован в карликовой галактике с буйным звездообразованием, то в данном случае речь идет о массивной галактике раннего типа. И там звездообразование почти никакое, слабое звездообразование. И это как бы вызывало некоторую озабоченность. Третья локализация была сделана новым инструментом, DSA-10. Соответственно, тоже система из, ну, пока, как можно догадаться, из 10 антенн. Поэтому они сами по себе могут делать хорошую локализацию. И снова эта галактика не такая. Причем она не похожа, я бы сказал, ни на первую, ни на вторую. Это тоже массивная галактика. Тоже на Z в несколько десятых. Но темп звездообразования средненький. Вот у первой очень большой, у второй низкой, а у третьей средний темп звездообразования. Поэтому как-то вот все это не вкладывается, не вписывается пока в единую картину. Этот случай, но это не совсем локализация. Для всплеска были определены хорошие координаты. Но он явно не произошел вот в той галактике, на которой проецируется. Зато он просветил ее гала. И быстрые радиосплески, как только стало ясно, что это внегалактические астрофизические источники, их стали обсуждать как некий инструмент для астрофизических исследований. Потому что вы можете зондировать плазму на луче зрения, определять не только электронную концентрацию, но определять магнитное поле или ставить пределы на его величину в этой области, определять параметры, связанные с турбулентностью. И вот в данном случае удалось получить прямые данные по характеристикам плазмы в гигантской эллиптической галактике. Это интересно, потому что люди, занимающиеся активными ядрами галактик, рассматривали такую возможность, что из-за активности галактического ядра, когда у вас бьют джеты, вообще много выделяется кинетической энергии, у вас плазма в галактике будет сильно турболизована. Но к ответу, вот здесь она не турболизована сильно. И в данном случае этот результат интересен для физики галактики, для физики активных ядер. Люди специально искали всплески в направлении близких галактик, про это я еще расскажу. Но вот уже совсем недавно, в феврале этого года, появился результат Апертифа. Они увидели всплеск, почему-то у меня одна цифра выпала, который был хорошо локализован, поскольку это снова система телескопов, они сами могут хорошо локализовывать. И тут всплеск произошел в 18 килопарсеках от центра М33. Но тут не очень видно из-за контраста. Но в общем, в 18 килопарсеках от центра М33. Опять-таки, это не значит, что он произошел в этой галактике. Произошел он дальше, и известно, где он произошел. Это еще один случай локализации. Но в неком смысле четвертый, а не пятый, поскольку это истинная локализация. Вот спиральная галактика, вот область звездообразования. Вот тут локализован всплеск. Ерунду я говорю. Нет, это разные всплески, зря я. Мера дисперсии. Давайте, да, сейчас я как-то перематываю назад, я тороплюсь, поэтому начинаю путать. Это два разных всплеска. Вот этот смог прозондировать галла М33 и М31. Мера дисперсии у него, я не помню, надо было написать, но где-то там порядка 400-300 все равно. И 10% из них должно набираться вот здесь. А этот произошел в близкой спиральной галактике, это другой всплеск. И это вот еще один случай локализации. И в неком смысле, ну вот эта отзумленная картинка, вот область звездообразования, вот точное место локализации. Здесь мер дисперсии небольшая у этого источника. Люди искали целенаправленно источники в направлении скопления галактик в Деве. Нашли один всплеск, который, по всей видимости, является далеким фоновым, потому что вот у него большая мера дисперсии, не соответствующая тому, чего бы мы ожидали на расстоянии до скопления в Деве. И это существенно для некоторых моделей, потому что они все-таки мониторили много близких галактик. И если бы быстрые радиовсплески были связаны с каким-то, ну, давайте я не буду говорить с каким-то, прямо, например, с молодыми радиопульсарами, то ожидалось бы, что они увидели бы довольно много событий от скопления в Деве, но не увидели ничего, значит, связано это, скорее всего, с более редкими, более далекими объектами. Соответственно, люди постоянно оценивают, переоценивают частоту этих событий. Просто сказать в штуках, сколько их происходит в день на небе, бессмысленно, потому что нужно задаться пределом по потоку. И, соответственно, строгие оценки на это завязаны. Но вот для достаточно ярких всплесков, ярче нескольких десятых янских, количество, как оно в шестнадцатом году было оценено, несколько тысяч на небо, так до сих пор оно и есть. Но, естественно, есть зависимость от потока, и зависимость не соответствует классической лог-н-лог-эс минус три вторых. Соответственно, вот постоянно данные новых инструментов, новых сетов наблюдений позволяют уточнять эту величину, но в пределах ошибок они все согласуются друг с другом. И вот для ярких, совсем ярче от Нау Янского, там количество несколько сотен в день. Для, соответственно, более слабых, количество существенно возрастает. Что еще нам известно из наблюдений? Из наблюдений нам известно, что некоторые источники сильно поляризованы. Первое сообщение о поляризации в пятнадцатом году было сделано. Здесь была круговая поляризация на уровне 20%. С тех пор было открыто еще около десятка, у меня где-то полное количество будет написано, около десятка источников с измеренной поляризацией. Причем это может быть как круговая, так и линейная поляризация. Вот в данном случае это линейная поляризация. Иногда есть и круговая и линейная поляризация. И что существенно, в некоторых случаях поляризации доходят, в пределах ошибок доходят до 100%. И это ставит очень жесткие ограничения на модели. Соответственно, у вас в области излучения должно быть очень сильное магнитное поле. Далеко не все модели способны это обеспечить. А вот спектры известны гораздо хуже, потому что, как правило, всплески наблюдают, если мы не говорим про повторные, всплески наблюдают в очень узком диапазоне частот, поэтому спектры известны плохо. А для повторных источников известно, что они меняются. И меняются иногда довольно сильно, поэтому спектральные данные пока не являются, я бы сказал, очень ограничивающими для параметров моделей. Ситуация немножко меняется, потому что ЧАЭМ работает на низких частотах. И особенно одновременное наблюдение на 400 МГц и наблюдение где-нибудь на нескольких ГГц позволяют уже строить спектр в довольно широком диапазоне. Это становится интересно для физики. Соответственно, начали появляться популяционные модели быстрых радиовсплесков. С неимением времени не будут на этом останавливаться. И мы переходим к гипотезам. Давайте сделаем маленький перерыв, 6-минутный. И в 2.35 продолжим. Интересно. Я резюмирую, что мы знаем. Несколько тысяч раз в день на небе вспыхивают мощные радиоисточники. Это короткие импульсы. Некоторые источники испускают повторные импульсы. Источники внегалактические. У нас очень большая радиосветимость. Мы не видим при этом никаких транзиентов в других диапазонах. Что это такое, мы как следует не знаем. Как мы увидим, было высказано огромное количество гипотез по поводу того, что это может быть. Соответственно, это интересно само по себе. Ну, то есть просто есть загадка. И просто важно узнать, что же это такое. Там может быть какая-то интересная физика, которая не встречалась в других астрофизических источниках. И, если успею, в конце немножко скажу, что это очень интересные инструменты. Ну, вот про всякое зондирование межгалактической, окологалактической среды я уже немножко говорил. Но это еще и интересные инструменты для космологии, для фундаментальной физики. Поскольку это очень короткие импульсы, их много. Они проходят многие гигапарсики. И, соответственно, можно вытягивать всякую фундаментальную космологическую информацию. Итак, гипотез было высказано много. После первой статьи 2007 года не так, чтобы очень. А вот после статьи Торнтона с авторами 2013 года прямо начался поток. И в течение нескольких лет количество гипотез превосходило количество известных всплесков. Это было интересно. Похожая ситуация была... Ну, с гамма всплеском, кстати, не было. Но похожая ситуация была с источниками космических лучей сверхвысоких энергий. Когда самих фотонов сверхвысоких энергий, там, протонов, сигналов, было зарегистрировано всего несколько штук, гипотез было гораздо больше. И гипотезы охватывали очень широкий диапазон параметров от частиц темного вещества, космических струн, заряженных черных дыр, до относительно привычных в быту радиопульсаров. И, грубо говоря, гипотеза можно действительно разделить на две части. Это нейтронные звезды и всякая экзотика. Почему экзотика? Понятно с психологической точки зрения. Вы занимаетесь какой-нибудь премудрой теоретической физикой, которую никто никогда нигде не наблюдал. И, скорее всего, не пронаблюдает. И вы уже, значит, все сказали, что могли сказать про свою гипотезу. И вдруг появляется новый повод. Появляется неописанный, неизвестный тип источников, необъясненный тип источников. И вы можете попробовать прикрутить свою гипотезу к этому. Возможно, вы даже сами понимаете, что параметры какие-то совсем получаются экстремальные или тонко подогнанные. Но это хороший повод напомнить человечеству о вашей замечательной гипотезе. Поэтому вы, как честный теоретик, пишете об этом статью. Нечестный теоретик пишет статью, когда нет повода напомнить о его гипотезе человечеству. А с нейтронными звездами все более понятно. Потому что нейтронные звезды, как вы видели на втором слайде, мы знаем как источники коротких мощных радиоимпульсов. Точно таких же коротких, но не таких же мощных. Но всегда мы можем легко фантазировать, что если у нас есть что-то, у нас может быть то же самое, только больше или мощнее. И в этом смысле ничего удивительного нет. Я вот помню один из научно-фантастических романов Филиппа Дика. И там будущее, естественно, описывается. И у человека компьютер с 12 дисководами, по-моему. Вполне себе выглядит как вот нечто только в 12 раз или в 6 раз лучше, больше. Нейтронные звезды имеют маленькие радиусы, при этом большую массу. И поэтому характерная скорость чего угодно вблизи – это доля скорости света. Соответственно, характерные времена процесса вблизи поверхности – это размер делить на скорость, то есть это доля миллисекунды. Но чуть дальше от поверхности вы можете получить времена характерные порядка миллисекунды, где-то в магнитосфере нейтронной звезды. И это не обязательно просто скорость свободного падения. Это будет и линейная скорость вращения силовых линий, и альвеновская скорость в магнитосфере. Все это будет давать характерные времена – порядка миллисекунд или долей миллисекунд. Поэтому довольно разумно нейтронные звезды рассматривать как хорошие кандидаты. И так оно и есть к настоящему моменту. Но начиналось все с экзотики. И давайте минут 10 я посвящу экзотике, поскольку это правда все интересно. Например, еще после самой первой статьи 2007 года, в самом начале 2008 года, появилась первая работа, где быстрые радиосплески связывались с космическими струнами. Космические струны – это такие большие топологические дефекты, и они могут складываться, перенакладываться, возникает такой касп. И вот этот касп может двигаться с какой угодно скоростью. Вы знаете, что если у вас есть большие ножницы, вы их сводите, то линия, где сходится лезвие, вот линия, точка, где сходится лезвие, если вы очень быстро у больших ножниц делаете щелк, то вот эта точка будет двигаться со скоростью больше скорости света. В этом нет ничего удивительного, поскольку это не движение какого-то объекта. И вот этот касп тоже может двигаться сверхсветовой скорости, и он может быть источником излучения. Соответственно, люди подогнали параметры так, чтобы максимум попадал в радиообласть, и параметры всплесков совпадали с тем, что наблюдается. После этого модели развивали, и даже еще относительно недавно я видел какую-то статью про то, как можно на космических струнах сделать быстрый радиосплески. Но здесь сразу скажем, ну вот никак это не проходит, потому что тогда не проходило, потому что, например, их просто много, это было ясно сразу. Но теперь мы знаем, что они еще там повторяются, локализованы в галактиках, а космические струны, они не должны быть. Эти каспы локализованы в областях звездообразования или где бы то ни было, и поэтому такие идеи заведомо не проходят. Про первичные, про испаряющиеся первичные черные дыры я уже сказал. Такое действительно предсказывали, Мартин Рис в 1977 году предсказывал, что можно наблюдать короткие радиоимпульсы от последних стадий испарения черных дыр. Поэтому достаточно логично было прикрутить эту гипотезу сюда, пока было мало данных. Здесь максимальное расстояние порядка 300 парсек, сейчас мы знаем, что это не галактические источники. Понятно, что последняя стадия испарения черной дыры, там большая светимость, но энергии мало, потому что объект маленький, у него масса уже приближается к планковской массе. И поэтому много энергии вы излучить не можете, соответственно источник виден только с маленьких расстояний. Много всяких идей было связанных с магнетосферами нейтронных звезд. Например, у вас есть двойная система, нейтронная звезда с мощным магнитным полем, вторая звезда взрывается как сверхновая, и фронт ударной волны, взаимодействуя с магнетосферой, может породить радиовсплеск. Красивая гипотеза, но она, например, убивается тем, что реалтайм наблюдения быстрых радиовсплесков не показывает никаких сверхновых, совпадающих с этими явлениями. Ну, естественно, повторы сделать невозможно. Но я подчеркну, наверное, вот что. Когда люди придумывают такие гипотезы, особенно как-то их потом разрабатывают, пытаются их поставить на ноги, даже если они не подходят для быстрых радиовсплесков, это не бесполезная работа, потому что вы можете рассматривать это как предсказание нового типа радиотранзиентов. И поэтому вся вот эта большая проделанная интеллектуальная работа, она все равно полезна, потому что сделано, рассмотрено много ситуаций, по сути, сделано много предсказаний, какие радиотранзиенты могут появляться, могут наблюдаться. Да, пока мы их не видим, но когда-нибудь, может быть, вот увидим и что-то такое. Соответственно, взаимодействовать с магнитным полем, сферой можно не только ударной волной сверхновой, но еще чем-нибудь. Например, ударной волной связаны с гамма-всплеском, с активностью галактического ядра. И есть некое более общее рассмотрение, вот модель космического гребешка, которая начала рассматриваться вот в этой статье. И потом у этой группы есть последующие работы, где они это более детально изучают. Разумеется, довольно быстро люди начали рассматривать модель. Статья появилась через несколько дней, как вы видите, после статьи Торнтона, в том же июле 2013 года. Слияние нейтронных звезд как источники быстрых радиосплесков. Тоже хорошая идея. Вообще забавно, почему это не предсказывали. Возникновение радиотранзиента было предсказано в куче работ довольно давно. Авторы здесь некоторые выписаны. Но никто из них не обсуждал миллисекундные вспышки. Представьте, вот если бы они за 10 лет обсуждали эти миллисекундные вспышки, а потом их в 2007 году обнаружили. Вот это было бы для людей очень стимулирующим. Но, тем не менее, идея красивая, но не работает, потому что есть повторные источники. И потому что темп быстрых радиосплесков гораздо больше темпа слияния нейтронных звезд. Нейтронные звезды в галактике типа нашей сливаются где-нибудь раз в 20 тысяч лет. А ФРБ в галактике типа нашей, если мы рассматриваем единичные источники, должно происходить где-нибудь раз в 200 лет. То есть как минимум в десятки раз чаще. Так что это тоже не подходит. Не подходит слияние нейтронных звезд. Давайте попробуем слияние белых карликов. Такая идея тоже была рассмотрена. Вам нужно получить маленький пространственный масштаб. Нейтронные звезды маленькие, белые карлики большие. Но вы можете рассмотреть события, которые происходят на полярной шапке. Вот систему уже слившихся фактически белых карликов. И тогда вы можете получить достаточно маленькую область локализации, релятивистское истечение, ударную волну. В общем, все, что нужно для производства такой вспышки. В астрономии, как вы знаете, но, наверное, не только в астрономии, когда вы придумаете какую-нибудь новую идею, очень полезно придумать какое-нибудь красивое слово. Или откуда-нибудь, не обязательно придумать с нуля, а там выхватить, может, откуда-то слово, прицепить его к вашему открытию. И звучное название, оно помогает продвигать товар всегда. Соответственно, возникла модель, которую назвали моделью Блицара. Идея состоит вот в чем. Она сама по себе красивая, основанная на понятной физике. Идея была такой глобальной. Чтобы сделать быстрый радиовсплеск, вам бы хорошо быстро встряхнуть магнотосферу нейтронной звезды. Может быть, на тот момент катастрофически встряхнуть, тогда повторных источников не было известно. Ну и, безусловно, как это, смерть большой стресс для человека, вы можете просто что-то совсем сделать с этой магнотосферой. Например, вы можете убрать ее носителя. Вы можете нейтронную звезду превратить в черную дыру. Есть очень красивый механизм для того, чтобы это сделать. Ядро звезды коллапсирует и превращается в нейтронную звезду или в черную дыру в зависимости от центральной плотности. Вот важный параметр. И можно сделать объект достаточно массивный, но с низкой центральной плотностью, если объект быстро вращается. Но объект быстро замедляется, быстро теряет вращение. И, соответственно, у вас возникают так называемые супрамассивные нейтронные звезды. Если попробуйте набрать в Варде, он тут же пересвучит. Вы, конечно, хотели сказать супермассивные звезды. Нет, значит, долбите вы по клавиши. Я именно хочу сказать супрамассивные нейтронные звезды, выучи новые слова и не поправляй меня. Вот график масса объекта по вертикальной оси, плотность центральная по горизонтальной. Если объект формируется на нижней черной линии, это стабильные нейтронные звезды. Не вращающиеся, ну или там медленно вращающиеся. Для нейтронной звезды 5 миллисекунд это очень медленное вращение. И в основном они где-то тут рождаются. А можно родить нейтронную звезду где-то вот в этой области. Вот это, если вы пробуете родить источник вот где-нибудь тут, то ничего у вас не выйдет. А вот область, соответствующая максимально возможному вращению. Не область, линия. Соответственно, вы можете родить максимально вращающуюся нейтронную звезду, и она начнет замедляться. Вот это при замедлении сядет на стабильную ветвь и превратится в слабо вращающуюся нейтронную звезду. А вот такой объект при замедлении не попадет на стабильную ветвь и произойдет коллапс. То есть достижение вот этой пунктирной линии соответствует коллапсу. Соответственно, у вас рождается супрамассивная нейтронная звезда, и в какой-то момент она коллапсирует черную дыру. Это быстрый процесс, и, естественно, можно ожидать, что он приведет к какой-то кардинальной перестройке магнитосферы, в том числе приведет к короткому радиоимпульсу на масштабе внутренняя часть магнитосферы делить на альвеновскую скорость в магнитосфере. Красивая идея, но не работает. Во-первых, потому что расчеты все-таки показали, что это должно произойти вскоре после сверхновой, не через сотни лет, как предполагалось в этой работе, а гораздо раньше. И должна быть корреляция со сверхновыми. Ну, во-вторых, там проблемы с темпом, в общем, много с чем. И, конечно, проблемы с объяснением повторных источников. Очень интересная статья. Если у вас хорошее зрение, вы нагнете голову, сможете прочесть ссылку. Очень интересная статья, но ее все равно легко найти. Это нейчеровская работа, связанная вот с какой идеей. Авторы, вот это тоже полезно. Они прям пишут, что это, конечно, не объясняет все быстрые радиовсплески, но идея такая красивая, что вот мы не можем молчать. Черные дыры, финальные стадии испарения черных дыр, по-разному выглядят в, например, петлевой квантовой гравитации, в теории струб. В петлевой квантовой гравитации нет сингулярности. По определению у вас эти петельки не складываются в область сверхвысокой плотности, бесконечно высокой плотности. И черная дыра при испарении на последних стадиях превращается в белую дыру. И это интенсифицирует процесс испарения, когда масса объекта еще не слишком мала. Соответственно, вы можете получить большое энерговыделение за короткое время, большую светимость, чем в случае испарения черной дыры. Полная излученная энергия, конечно, будет та же самая, но светимость в максимуме здесь будет гораздо выше. И можно подкрутить параметры так, что это будет похоже на быстрый радиовсплеск. Повторюсь, идеи не работают, но идея сама по себе очень красивая. По крайней мере, из этой статьи я узнал, что наблюдение последних стадий испарения черных дыр прямо очень много нам расскажет про квантовую гравитацию. Люди над этим уже давно работают и делают всякие интересные предсказания. Еще одна экзотическая идея была связана с аксионами. Есть такой красивый процесс, процесс Примакова. Аксион — это гипотетическая частица, не входящая в стандартную модель. И если аксион влетает в магнитное поле, то есть вероятность превращения аксиона в фотон. Но есть обратная вероятность — фотоны могут превращаться в аксионы в сильном магнитном поле. Этот процесс используют, например, для лабораторных поисков аксиона. Ну и, естественно, рассматривали всякие астрофизические эффекты, связанные с тем, что аксионы, которые могут быть частицами темного вещества, влетают, например, в магнитосферы нейтронных звезд. И обсуждалось наблюдение дополнительного излучения, связанного с процессом Примакова. Аксионы могут летать маленькими облачками относительно. То есть это такие частицы темного вещества, которые образуют относительно небольшие мелкомасштабные структуры. И рассматривалась гипотеза о том, что такое облачко влетает в магнитосферу нейтронной звезды, и скорость пересечения внутренней части магнитосферы нейтронной звезды опять-таки миллисекунды. И на процессе Примакова можно дать и вот здесь только радиовсплеск. Красота идеи в том, что не будет излучением в других диапазонах вообще. Очень красивая идея, но она тоже убивается тем, что вы не можете сохранить облачко компактным при подлете к нейтронной звезде, приливные силы будут вытягивать его в сосиску, и тогда у вас не получится короткого транзиента. Но это остается предсказанием особого типа радиотранзиентов. То есть это предсказание, в принципе, идеи или для поиска аксионов, или, по крайней мере, для астрофизических проявлений, если эти частицы являются частицами темного вещества. Еще одна идея, связанная с нейтронными звездами, такая экзотическая, это еще одна перестройка, но не такая смертельная, как превращение в черную дыру, это превращение нейтронной звезды в кварковую звезду, то есть деконфаймент. У вас есть модели, где у вас может произойти спонтанный переход вещества из адронного состояния в кварковое. То есть частицы, запертые внутри отдельных элементарных частиц, образуют общий конгломерат. Это, естественно, приведет к перестройке структуры нейтронной звезды, значит, повлияет на токи, которые в ней текут и поддерживают магнитное поле, значит, встряхнут магнитосферу. Очень красивая идея, но тоже порядок причин не очень работает. Рассматривалось много идей, которые когда-то предлагались для объяснения космических гаммов-всплесков, например, падение астероидов на нейтронные звезды, возникает ударная волна, где можно запускать механизмы когерентного излучения и, соответственно, делать что-то похожее на быстрый радиус-всплеск. Но все-таки выживают две идеи, связанные с нейтронными звездами. Первое — это магнитары. Среди нейтронных звезд есть подкласс магнитаров, нейтронные звезды с сильными магнитными полями, которые быстро эволюционируют. Соответственно, быстро происходит диссипация токов, поддерживающих это поле, и это иногда сопровождается вспышечными явлениями. На вас я, наверное, не проводил еще этот эксперимент. Я очень часто люблю спрашивать, назовите мне самое крупное астрономическое открытие, именно открытие, то есть не теоретическую работу, самое крупное астрономическое открытие, сделанное в нашей стране за всю ее историю, кроме обнаружения атмосферы Венеры. Хоть чего-нибудь назовите мне. Хоть что-нибудь банальное. Мазеры? А кто открыл космические мазеры первыми? Я не помню. Мне... Мазеры у нас как бы придумали как техническое устройство мазеры, но астрофизические мазеры вряд ли у нас впервые зарегистрировали. Ну, в общем, короче, вот вы понимаете, есть такая проблема. Можете подумать на досуге, написать мне e-mail или в соцсети. Я собираю ответы в любом случае. Соответственно, я отвечаю в таких случаях, если сам себя спрашиваю, иногда приятно поговорить с умным человеком. Я отвечаю открытием магнитаров. Магнитары были открыты, идентифицированы как новый тип источников в марте 79-го года в ходе эксперимента конусов. Так вот, нейтронные звезды могут давать очень мощные вспышки. На долю секунды нейтронная звезда приобретает светимость больше, чем светимость галактики. Энергии много, и можно часть, маленькую часть, 0,01% конвертировать в радиоизлучение. Вопрос, как это сделать. И, соответственно, первую идею, как это сделать, придумал Юрий Любарский в 2014 году. Идея состоит в том, что после того, как у вас произошла магнитарная вспышка, вот этот импульс, магнитный импульс, то есть энергия переносится электромагнитным полем, может начать взаимодействовать с туманностью вокруг, и вот здесь запустится синхротронный мазерный механизм, который приведет к генерации радиоизлучения с нужными свойствами. Идея красивая. Мне даже когда-то нарисовали такую штуку. Ну, она как бы довольно... Упс, не хочет. А, вот теперь хочет. Вот у нас туманность вокруг, нейтронная звезда, она производит вспышку, начинает распространяться магнитный импульс, когда он доходит до оболочки, то запускается мазерный механизм в оболочке. И это, по-сю пору, является, ну, наверное, основной идеей, что так или иначе используется энергия магнитного поля. Вот что существенно. Потому что энергия магнитного поля — это энергия токов. И я, значит, с завидным занудством не устаю говорить на лекциях, что если в этой аудитории вам надо выделить сразу реально много энергии, зачем-то вам нужно что-то сделать, то единственный способ это сделать — это короткое замыкание. Вот больше у вас, я надеюсь, при себе нет источников мощного энерговыделения. А короткое замыкание может это сделать. То есть если вот там вы попадаете в 55-й год, вам надо вернуться обратно, а у вас сломался ядерный двигатель, то вы используете энергию молнии. По сути, то же самое короткое замыкание. Но если вам там в каком-нибудь 1800-каком-нибудь году нужно быстренько спаять два металлических чего-нибудь, то тоже можно устроить короткое замыкание. Потому что трением вы не выделите столько энергии. Хорошо. Это остается основной гипотезой. Соответственно, среди набора ранних идей сейчас картина такая. Вся экзотика закрыта. Закрыта, потому что не дает нужного темпа. Ну, естественно, никакой локализации в галактиках, как правило, никаких повторов. Ну, в общем, все экзотические модели закрыты совсем. Катастрофические модели и вот всякие модели с падением на нейтронные звезды, они закрыты, я бы сказал, частично. В том смысле, что популяция быстрых радиосплесков может быть неоднородной. Это может быть больше, чем один тип источников, может быть больше, чем один механизм излучения. Хотя пока мы не видим явных свидетельств этому, но так может быть. И мы точно знаем, что есть повторяющиеся источники в хорошо локализованных галактиках, и тогда, конечно, катастрофические явления не подходят. Но они могут быть подмешаны в каком-то количестве, в общую популяцию. Поэтому они, как минимум, не подходят для объяснения всего, но могут подходить для объяснения части, если это понадобится. И остаются два мейнстримных направления. Это нейтронные звезды, это или магнитары, в том смысле, что выделяется энергия магнитного поля, и это как раз строгое определение магнитара, или пульсары. А пульсары, как вы знаете, испускают энергию, которая в итоге черпается из вращения нейтронной звезды. Вот у нейтронной звезды есть очень простой запас энергии, ну, кроме mc2. Фантастически простой и фантастически огромный. Это энергия вращения, которая есть в момент инерции, на частоту вращения пополам. Момент инерции — это, грубо говоря, масса на квадрат радиус. Ну, тут есть еще какой-то коэффициентик, но он там что-нибудь типа 1 трети для реальной нейтронной звезды. mr квадрат — это 10,45 для нейтронной звезды. Ну, там, после деления на 1 треть порядка 10,45. А частота вращения предельная, предельно большая частота вращения, может быть 10,4. Радиан в секунду, там еще 2π, то есть предельный период где-то 1 миллисекунда, единица делить на 1 миллисекунду — это 1000, умножить на 2π — это 10000 с огромной астрономической точностью. Таким образом, вся энергия вращения у нас получится 10,45 умножить на 10,8. То есть 10,53. Это очень большая величина, конечно. Другое дело, что энергию вращения трудно выделить быстро. И поэтому довольно трудно придумать, как сделать быстрый радиовсплеск на пульсаре, но люди, тем не менее, стараются. Соответственно, если мы рассмотрим две эти модели, то что мы знаем? У магнитаров мы знаем, что есть гигантские всплески. И с точки зрения темпа событий, энергетики и масштаба времени, все хорошо. То есть мы объясняем темп быстрых радиовсплесков, сколько там выделяется энергии и характерное время. Это соответствует расстоянию 1 гигапарсека. Это хорошо. Хорошо со всех точек зрения. Кроме того, что у нас есть три случая локализации на таких расстояниях, просто статистические данные говорят о том, что все лучше описывается, если это далекие источники. Тогда, соответственно, в основном мы ожидаем, что магнитары — это молодые объекты, но у нас есть способ делать молодые объекты из старого населения. Поскольку, например, слияние двух нейтронных звезд или слияние нейтронной звезды и белого карлика приводит к образованию... Они могут происходить там спустя сотни миллионов лет после вспышки звезды образования, но приводит к образованию быстро вращающейся нейтронной звезды с сильным магнитным полем. То есть это хорошо, вы можете делать молодые магнитары в старом галактическом населении. Есть проблемы с механизмом излучения. Детальный механизм не построен, хотя они сейчас активно решаются, и в августе прошлого года вышла замечательная статья Андрея Белобородова, где построена очень хорошая модель. У пульсаров. В принципе, можно объяснить энергетику, и, безусловно, можно определить временной масштаб, но энергетика потребует расстояние на порядок меньше. И это не во все будет вписываться. Пульсары должны обязательно принадлежать к молодому населению. Здесь очень трудно много наиграть на старом населении. Точно так же есть проблема с механизмом излучения. И вот здесь детальный анализ приводит к тому, что есть даже работа, которая показывает, что принципиально невозможно сделать механизм такого мощного энерговыделения, там 10,41 рк в секунду, получить на пульсарном механизме. И тот, и другой источник могут давать повторы, и те, и другие могут не наблюдаться в других диапазонах при существующих ограничениях. То есть, в принципе, оба подхода более или менее выживают и до сих пор обсуждаются, но магнитарный подход начинает выигрывать. Соответственно, есть всякие работы, где развивается вот эта модель Любарского, когда у вас есть сильно релятивистское истечение, есть импульс электромагнитный, который взаимодействует с внешней оболочкой. И такая ситуация может встречаться не только в магнитарах, но и после слияния нейтронных звезд и в магнитных белых карликах. Туманности вокруг нейтронных звезд в самом деле наблюдаются, так что это вот данные по одному из галактических магнитаров. Так что здесь больших проблем быть не должно. Для особо буйных источников, в неком смысле, объединяют две модели. Вы можете рассмотреть очень молодой магнитар, у которого не только поле большое, но и период вращения очень короткий. И тогда вы можете использовать достоинства и того, и другого подхода, получать очень большой темп повторений. И это хороший, видимо, путь для объяснения источника ФРБ-1211-02. Они скорее свидетельствующие в пользу магнитарной модели. И за недостатком времени все эти красивые картинки я проматываю, проматываю, проматываю. Да, недавно появилась очень интересная работа, где в основном, я бы сказал, для ФРБ-1211-02 предлагается, что это, да, нейтронная звезда, возможно, магнитарная, но образовавшаяся в результате слияния двух белых карликов, это позволяет получить необходимые параметры окружающей среды. Там страшно какая-то буйная вокруг межзвездная среда с большим магнитным полем, с очень большой мерой вращения, в общем, черти что там происходит. И это очень необычное окружение. Обсуждалось, что похожее окружение встречается, например, в окрестностях сверхмассивных черных дыр и больше нигде. Но вот тут люди показывают, что похожее окружение может встречаться вокруг нейтронной звезды, сформировавшейся недавно в результате слияния двух белых карликов. Очень интересная идея, на мой взгляд. Хорошо. И, наверное, я должен перескакивать на самые последние слайды. Еще раз проговорю статус гипотез. Гипотез много, но прямо два лидера — это магнитары и супергигантские импульсы радиопульсаров. И магнитарная гипотеза немножечко выигрывает, у нее есть свои проблемы. Основная обсуждаемая проблема, пожалуй, связана с тем, что мощные вспышки галактических магнитаров не приводили к таким радиосплескам. Этому может быть объяснение, оно такое немножко подгоночное, которое говорит о том, что не все магнитары дают быстрые радиосплески, даже если дают гигантские вспышки. В быту это нормальное объяснение, а тут выглядит как фантюнинг, но он не такой файн и не такой тьюнинг, как в других моделях, поэтому все равно магнитарная модель кажется предпочтительной. Соответственно, можно использовать магнитары для определения фундаментальных параметров, и народ тестирует принципы эквивалентности на больших масштабах, используя магнитары. Есть ограничения на массу фотона, потому что если у вас фотон массивен, то тогда скорость распространения фотонов разной энергии будет отличаться и в вакууме. И вы можете по одновременности прихода импульсов на разных частотах ставить предел на массу фотона, тоже очень красивая штука, и сейчас радиосплески быстро — это самый лучший ограничитель на массу фотона. Соответственно, последний, ну, по крайней мере, из того, что я видел, естественно, ставится по хорошо отождествленному повторному источнику, который дает много импульсов, наблюдается в очень большом диапазоне частот, вот в этой работе приведено соответствующее значение. Ну и в самом конце про будущее наблюдения. Очень важно, что заработал телескоп FAST, это еще более крупный, чем рассивая антенна, и, соответственно, он будет видеть еще более слабые всплески. Он уже продемонстрировал свою работоспособность, они видят повторы от FRB 12-11-02, быстрые радиосплески, они понимают важность проблемы, это включено в их приоритетную программу, то есть они будут мониторить, и это как минимум будет означать, что они могут обнаруживать повторы от источников, которые до этого не считались повторными, ну и наверняка должны обнаруживать новые быстрые радиосплески, потому что тут неважно куда смотреть, если у вас есть чувствительный телескоп радио, и вы изучаете что угодно, там, квазары, пульсары, ерунду всякую, там, слушаете, нет ли разумных сигналов от ому-амуа, вы куда-то смотрите, вы осматриваете какую-то часть неба, и там с какой-то вероятностью произойдет быстрый радиосплеск. Если вы работаете довольно долго, то вы набираете статистику, и фаст, куда бы он ни смотрел, должен в рабочем режиме видеть всплеск в неделю в любом случае. И поэтому, в общем, можно ожидать, что, условно говоря, там через год они выдадут полсотни всплесков, что-то в этом духе. Естественно, в какой-то момент придет Sky, и всем привет, это будет самая мощная система радиотелескопов, но такая вот атака клонов, напоминаю мне. Но до этого еще нужно подождать, и можно надеяться, что загадка быстрых радиосплесков все-таки будет решена до, потому что работает много всего. Работает Аресиба, работает Отмост в Австралии, работает Паркс, безусловно, работает АСКАП, работает Миркат, это южноафриканский прототип SKA. Соответственно, сейчас это самая чувствительная система радиотелескопов. Она совсем недавно начала работать, так сколь-нибудь разумно, в прошлом году, и уже начала выдавать свои первые результаты, в том числе по быстрым радиосплескам. Работает ЧАИМ, вот так это выглядит в Канаде. Будет построен южный вариант ЧАИМ, который называется Хайрокс. И постоянно совершенствуются программы не просто алертного наведения, а очень такого совместного мониторинга от них и тех же областей. Это было связано, такое развитие всего этого, с фоллоуапом гравитационно-волновых наблюдений. Но у них есть отдельные программы и по быстрым радиосплескам. И, соответственно, когда Паркс обнаруживает всплеск, вот эти 13 бимов, это диаграмма направленности Паркса, то туда одновременно быстро умеют наводиться оптические телескопы, другие радио от Малонгла, там вот еще всякие оптические радиоинструменты, и совместно получать ограничения по транзиентам в этой области. Это очень интересно. Наконец, люди разрабатывают совсем простые модели. Недавно, в январе, люди опубликовали статью. Идея страшно простая. Вы делаете очень дешевые радиодетекторы в надежде на очень мощные радиовсплески, мощные ФРБ. Они происходят. Он не сильно направлен, он смотрит фактически на все небо. Но вы на расстоянии пары сотен километров ставите четыре таких станции, две у них уже работают. И тогда, смотрите, вы ищете совпадающие события, то есть вам не так важен шум, крайне маловероятно, что у вас там с точностью до миллисекунды одинаково зашумит в местах, сильно разделенных друг от друга. Вы таким образом надежно идентифицируете всплеск, а если у вас есть точная привязка по времени, у вас приходит плоский фронт волны, и по задержке между четырьмя детекторами вы довольно точно определяете направление. То есть вы строите очень дешевый инструмент, ну такой монозадачный инструмент, но зато он может получать интересные результаты в интересной области. То есть пока загадка быстрых радиовсплесков не будет решена, такие простые дешевые инструменты будут иметь смысл, и вот люди начали их делать. Таким образом, на сегодняшний день известно больше сотни всплесков, 20 репитеров, 4 хорошо локализованы, для 12 есть данные популяризации. Всплески видны на разных частотах, в том числе и на низких. Но вот до там 400 чаем дотягивается надежно. Если мы верим в результаты Пущино, то там вообще 111 МГц, как вы знаете. Ну тут есть всякие неопределенности. Как я и обещал, вот тут еще всякие дополнительные обзоры. Вот это наш, который есть и на русском, и на английском есть в УФН. Вообще я вам советую смотреть УФН. Там бывают астрофизические обзоры. И у меня на страничке моих обзоров есть ссылочка, где просто собраны за последние лет 25 все ссылки на все астрофизические обзоры в УФН. Поэтому условно, если там, ну конечно не обязательно читать по-русски, просто иногда нужно хоть чуть-чуть расслабиться и почитать что-то на русском. Анна Каренина вам еще рано читать, поэтому можете почитать там, не знаю, обзор ЗАСО про темное вещество. Самый лучший обзор относительно свежий на русском языке есть в УФН, ссылка есть у меня в обзорах. Но есть и более свежие обзоры, и соответственно можно обратиться к ним, но данные появляются действительно настолько быстро, что обзоры не успевают за этим. И поэтому за многим приходится следить по оригинальным статьям. Все, прошу прощения, что на 6 минут затянул. Спасибо. Если есть ультраважные вопросы... Да. Вы говорили, что у некоторых сигналов не пики, а пики со структурой. Да. У какой доли у вас сигналов? У довольно большой. Сейчас я долистаю, просто чтобы была какая-нибудь пачка импульсов от какого-нибудь детектора. Там видно... Это не редкость, скажем так. Но при этом никакой особой статистики я не видел по этому. То есть я, например, не видел утверждения, что есть какое-то деление на два типа, на простые импульсы и сложные. Ну вот, например, это повторный источник. Иногда он выдал четкий одиночный импульс, а иногда вообще двойной. Иногда тут черти что. И вот тут вы уже можете искать временную структуру. И это как бы это все сказал один человек. Это удивительно. Вот тут напомнили старый анекдот, когда собака отправляет телеграмму, там написано гав-гав, 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 гав. Телеграфия смотрит, говорит, вы знаете, у нас фиксированная цена, вы можете еще два слова добавить. Он говорит, если я добавлю еще гав-гав, фигня какая-то получится. Но вот тут как бы в FRB не смущаются совершенно добавлять еще пиков. И даже от одного источника за короткое время появляется совершенно разный импульс. Пожалуйста. Помните, мы показывали еще где-то в начале, когда были пульсары, они были сконцентрированы в галактической плоскости. Да. И отдельно по вот... Да. А есть какое-то разделение, например, на повторяющиеся и неповторяющиеся? Как они и себя... Пространственно? Да. Нет, пространственно нет. Ну, там и данных мало. К тому же, смотрите, тут все-таки условно там есть Чайм. Он стоит в Канаде. То есть вообще сильно на севере. И он сейчас будет выдавать основную долю повторных. И они будут на небе Чайма. Ну да. А основная доля там неповторных когда-то была Парксовская. Они все были на южном небе. Поэтому тут пока вот не будет какого-то такого глобального однородного обзора. Трудно сказать. Ну хорошо. Ладно, изучайте обзоры. Самое хорошее временное разрешение. Надо еще потерять понятие. Да. Ну, оно там, я понимаю, аппаратное это немножко не ко мне. Но я думаю, что на топовых новых инструментах у них должна быть довольно идентичная аппаратура в смысле временного разрешения. Поэтому это поставщиками электроники определяется, а не радиостранных. Ну, примерно, да. Компьютеры у всех одинаковые. Хорошо. Спасибо.